Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях этой пятницы расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Честно и прозрачно в Чувашии началось голосование по выборам главы Чувашии. Тепло и уют. В деревню Пущино Марпасадского района пришел газ. За свои парты шумерлинская школа номер 6 откроет двери для старшеклассников 14 сентября. В Чувашии сегодня началось голосование по выборам главы республики. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. С первыми избирателями туда отправилась и наша съемочная группа. В спортзале гимназии номер 1 появилась новая разметка, но не для прыжков в длину. Социальная дистанция в полтора метра для избирателей. К слову, со школьниками пересечься невозможно. Они сегодня обучаются удаленно. Вообще на избирательных участках соблюдены все меры безопасности. У нас достаточное количество средств индивидуальной защиты. Есть маски для защиты органов дыхания. Мы выдаем избирателям перчатки для того, чтобы соблюсти все требования. На участке есть рециркулятор. Регулярно проводится уборка помещения. Несколько раз в день дезинфекция помещения. Участки по всей республике открылись в 8 часов утра. Этим не применули воспользоваться чебоксарцы. За первый час в гимназии номер 1 проголосовали более 100 человек. Избирателям на руки выдают два бюллетеня. В одном предлагается выбрать главу Чувашской республики. Напомню, что там 5 кандидатов. Второй лист для выборов в органы местного самоуправления. На что я обратил внимание, чтобы были созданы все условия с точки зрения безопасности и возможности сделать свободный выбор каждому. Я сегодня на участке посмотрел, что действительно все меры безопасности приняты. И ситуация достаточно спокойная. Присутствуют наблюдатели. Поэтому я свой гражданский долг выполнил. И всех призываю сделать то же самое либо сегодня, либо в ближайшие два дня. Только что я проголосовал. Хочу сказать, что на данном участке работа организована по деловому, соблюдении всех мер санитарно-гигиенической безопасности. И призываю всех впереди еще два дня воспользоваться своим избирательным правом, отдать голос за достойных кандидатов, чтобы вместе с ними строить нашу любимую Чувашию и столицу город Чебоксара. От людей, за которых голосуют, избиратели ожидают активных шагов по изменению региона. Само собой, в лучшую сторону. В данный момент мы проходим процедуру аккредитации нашего вида спорта. Поэтому нам очень важно, чтобы в дальнейшем нам предоставлялись спортивные площадки, чтобы были залы, где мы сможем благополучно тренироваться и развивать не только взрослый спорт, но и детский и юнический спорт. У меня девять детей. Я многодетная мама, многодетная приемная мама, двое кровных детей и семеро детей под опекой. Вызвать чувство патриотизма, чувство ответственности за свою страну, за свою республику, где я живу, за свой город. Поэтому я и прихожу на выборы. Я не пропускаю ни одних выборов. Всего в Чувашии работает 1156 участков. Активные избиратели и в районах, и в малых городах республики. За ходом выборов следят наблюдатели, а вся информация по количеству проголосовавших о нарушениях стекается в единый информационный центр. Напомню, что проголосовать можно по месту прописки, с собой обязателен паспорт. Участки открыты с 8 утра до 8 вечера на протяжении трех дней – пятницы, субботы и воскресенья. Во всех муниципалитетах республики первый день голосования прошел спокойно. Большое внимание на площадках уделяли соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Перчатки и маска – это теперь стандартный набор всех, кто идет на выборы. Но если с собой не оказалось средств индивидуальной защиты, их предложат на избирательных участках. Главное – не забыть взять паспорт. На утро проголосовало около 40 человек. Мы, конечно, не ожидали такой большой явки. По СанПИНу у нас все члены комиссии и наблюдатели в масках и перчатках. На входе у нас стоит тоже сотрудник, который меряет температуру. И также смотрит, чтобы избиратели были в масках. И также дезинфицирует руки. Глава администрации города Канаш пришел на голосование одним из первых. Я в числе первых отдал свой голос за то, чтобы наша республика развивалась динамично, чтобы наш город развивался динамично. Все изменения сегодня налицо. И это только малый объем работы, который нам еще вместе всем предстоит осуществить. Дорогие друзья, призываю вас прийти на избирательные участки, проголосовать душой за успешное развитие Чувашской республики. Столпотворение людей не наблюдалось ни на одном избирательном участке. В основном приходили семейные пары. Выходы и входы были разделены. 12 сентября избирательные участки снова откроются в 8 утра. Голосование продлится три дня. Учебный год начался, но три школы в республике еще не открыли свои двери для учеников. В их числе Шумерлинская СОЖ номер 6. Причина тому затянувшийся ремонт. Старшеклассники учатся дистанционно, а начальные классы ходят в соседнюю школу. Сегодня на объекте побывала рабочая группа во главе с заместителем председателя кабинета министров Чувашской республики Аллой Салаевой. Учебные парты в обновленных классах ждут учеников уже вторую неделю. Но учебный процесс так до сих пор не начался. На ремонт было заложено 16 миллионов рублей. Успели заменить кровлю, систему вентиляции и канализацию. Частично поменять окна. Остались еще средства. У нас по первому этапу были запланированы работы по ремонту кровли школы и коммуникации в подвольном помещении. Все эти работы были выполнены к 1 сентября. Но так как у нас в процессе торгов осталось неиспользованной суммой 4,8 миллиона рублей, было принято решение по согласованию с Минфином, с Министерством образования, значит, приступиться к дальнейшему ремонту школы. Пищеблоком также ходил в план капитального ремонта. И мы договорились, значит, заключили новый договор. В начале августа приступили ко второму этапу работ. Но их так и не успели завершить. В результате 1 сентября школа оказалась не готова принять учеников. Подрядчик уже в который раз назвал причины сбоя. Стяжку скрыли, там много коммуникаций подземных идет, непонятно куда разбирались. Перегородка у нас упала самопроизвольно. Был несчастный случай. Прокуратура приостановила пока работы, пока проводились следственные действия. Вот. Ну, сейчас вот столовую мы завершаем. Оконные конструкции осталось поменять. Напомним, на прошлой неделе ход работ на объекте проинспектировал в Рио главы республики. За эту неделю действительно здесь произошли очень большие кардинальные перемены. И объект действительно, ну вот в том объеме, который должен был быть сделан для того, чтобы старшеклассники пошли с понедельника в школу, этот объем работы сделан. Сегодня принято решение, что в воскресенье Роспотребнадзор еще раз выходит на объект и дает заключение, потому что недостатков, которые надо устранить, осталось мало. Что касается механизма организации капремонта образовательных учреждений, то, по мнению специалистов, его надо в корне менять. Эта поэтапность, она приводила к тому, что выполненные работы растворялись на фоне здания школы и, соответственно, не были видны. Поэтому в последующем мы будем подходить более комплексно, более серьезно, учитывать все необходимые объемы работ и разово в короткий период, допустим, за лето, их выполнять, чтобы, соответственно, ученики и родители, придя 1 сентября в школу, увидели все улучшения в качественном плане. Сейчас ремонт на финишной прямой. Осталось привести в порядок санузлы и установить новое оборудование в пищеблоке. Обновленная столовая уже ждет ребят. Подрядчик обязуется завершить все работы в кратчайшие сроки. Сегодня мы увидели, что большая работа проведена. Успели они и полы выложить, и стены покрасить, и оборудование установить. Осталось еще установить холодильное оборудование, пары конвектоматой и повторно покрасить стены. Но в первую очередь, конечно, мы будем обращать внимание на пищеблок. Пищеблок должен соответствовать всем требованиям. Осталось проверить вентиляционную систему. Завершить ремонт в санитарных узлах нужно. И заменить окна. Окна в рекреациях. После окончательной проверки школы распотребнадзором 14 сентября в понедельник более 300 учеников среднего и старшего звена сядут за парты. А вот ученикам начальных классов придется набраться терпения и подождать еще неделю. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика. Создание первого агропромышленного парка в Чувашии утвердили на правительственном уровне. Руководитель региона посетил комплекс для разведения осетра и стерляди и сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Лук Агро» в деревне Старая Тойси, который был создан два года назад. Сегодня батревцы реализуют 16 проектов в сфере агропромышленного комплекса. Успешно налажена и переработка продукции животноводства. Рео глава Чувашии отметил, что в рамках комплексной программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет предусмотрено создание нескольких зон с особыми условиями экономической деятельности, в том числе и агропарков. Голубое топливо в каждый дом. В деревне Пущино Марпасадского района торжественно открыли новый газопровод. Немного истории. В начале года староста деревни Евгений Соловьев от имени односельчан написал письмо в «Газпром газораспределении Чебоксары», где рассказал, что рядом проходит магистральный газопровод, а они до сих пор топят дровами. Руководитель газовых компаний Кимедин Мифтохудинов проблему решил оперативно. Кто дровами не пользовался, тот не поймет, что такое газ. Экономия – это раз. Ходишь, колешь, таскаешь, нагрузка. Здесь включил – тепло, светло, и дети появляются. Деревня живет. Газопровод длиной 4 километра. На его строительство было потрачено 4 миллиона рублей. Средства получены от применения спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа в рамках республиканской программы модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Изучив вот эту ситуацию, я внес предложение, чтобы внести поправку программы газовикации Чувашской республики на 20-21 годы. На блюдо накрыли, поворачиваем. Все, пошел. Все, сработает. Сельчане благодарны газовикам и руководству республики по традиции накрыли стол, чтобы угостить дорогих гостей. Конечно, опробовали и новое оборудование. Символичную яичницу жарили вместе с руководителем газовых компаний Кимедином Мифтохудиновым и министром строительства Александром Героевым. Здесь мы готовили на электрической плитке с двумя конфорками. И в дом пошло тепло у нас, батареи поставили. Все, посмотрим. Сейчас в Чувашии сформирована и утверждена программа газификации на ближайшие пять лет. Количество газифицированных населенных пунктов увеличивается в разы, что, несомненно, скажется на экономическом развитии региона. В первую очередь благодарность, что населению очень хорошо среагировали. Второе, то, что Олег Алексеевич Николаев поддержал наше предложение. И жаль, что вы не видели весной этот населенный пункт. Население по работе привело в порядок населенный пункт. Здесь очень дружный населенный пункт. И вот это мне обрадовало, что с этим населенным пунктом надо работать. И вот мы сегодня добились того, что долгожданный газ для этого населенного пункта пришел, и сегодня уже первые потребители будут использовать природный газ. В этом году, кроме деревни Пущино, завершено строительство новых газопроводов в Козловке, селе Шахазаны Канажского района, деревнях Кудеиха, Порецкого и Шертаны и Бресинского. Возможность пользоваться газом получат жители 300 домов, объекты соцкультбыт, административные здания и спортивные учреждения. Министерство экономического развития и имущественных отношений, подведомственные ему институты поддержки ежегодно проводят в муниципалитетах встречи с бизнес-сообществом. Цель вполне конкретная – услышать проблемы предпринимателей, помочь решить их, в том числе и с помощью мер государственной поддержки. Предметный разговор состоялся в Мариинско-Пасадском районе. Сергей Мастянов руководит НПП «Вершина». Фирма занимается геолого-разведочными работами. А еще сотрудники разработали этнокультурный проект «Жизнь на Волге», собрав в нем все интересные идеи и предложения по развитию туризма в районе. На встрече с представителями центра «Мой бизнес» Сергей интересовали меры поддержки, которые правительство оказывает предпринимателям. Прежде всего, хотелось бы, чтобы правительство нас, как предприниматели, всегда поддерживало в разных направлениях. Если есть какие-то программы, то мы были осведомлены вовремя, чтобы мы могли подготовить документы. Недостаток информации все же мешает собственникам двигать свое дело дальше, не говоря уже о новичках в бизнесе. Им-то точно нужно понимание, что делать в первую очередь, если в голове созрел проект. Все новости о мерах финансовых и нефинансовых поддержек можно узнать на сайте центра «Мой бизнес». Тренинги образовательные, которые мы проводим, это мама-предприниматель, школа предпринимательства и азбука предпринимательства. Они рассчитаны на начинающих и действующих предпринимателей. То есть мы даем им, если рассматривать, в частности, азбуку предпринимателей, начинающих предпринимателей, то есть даем азы предпринимательства, что в первую очередь нужно сделать для того, чтобы свое дело открыть, реализовать. Это и какой режим на углажение выбрать, какую организационную правовую форму выбрать. Приглашаем различных спикеров, получается уже рассказанную историю успеха. И далее подводим уже участников к тому, чтобы они сами действительно уже вошли в рынок предпринимателей и открыли свои дела. Роман Никитин уже 10 лет занимается розничной торговлей. Рассказывает, что в сельской местности часто не хватает денег на развитие, а сделать хочется многое. Поддержка вот в плане того, что можно допустим кредит или субсидирование под маленькие проценты поменьше. То есть у нас получается, чтобы что-то сделать, денег, как известно, нету получается. А если государство нам поможет получается в плане маленького процента кредит дать, получается, смету все-все приготовить, то, конечно, можно уголовить много же мыслей у людей, но чтобы только деньги же нужны, получается. На форуме для предпринимателей обсуждались меры государственной поддержки в регионе – финансово-образовательной, консультационной. Желающие могли задать интересующих вопросы представителям инфраструктуры поддержки бизнеса. Хранители традиций в Чебоксарах наградили победителей Всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов. Он посвящен столетию образования Чувашской автономной области. Итоги республиканского этапа стали известны еще в августе этого года, после чего конкурс перешел на новый уровень – Всероссийский. В числе организаторов масштабного творческого состязания Минэкономразвития Чувашия, Республиканский бизнес-инкубатор, Торгово-промышленная палата и Гильдия ремесленников Чувашия. Те, кто делает такие уникальные вещи, вы счастливые люди на самом деле, а мы счастливы вдвойне, потому что мы можем видеть то, что вы делаете, до нас доходят. Народные промыслы и ремесла являются национальным достоянием, составляют основу древней чувашской культуры. Удивительная по красоте и таинству символов вышивка, утонченная резьба по дереву, стилизованные народные костюмы, куклы. На конкурс представлено около 700 работ. В каждой из них живет душа мастера. Мы радуемся тому, что в Чувашии очень много внимания уделяется вопросам сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов. Первое место заняла Ирина Федорова, поразив жюри на стенном панно. В нем вся история народа на основе древней рунической письменности. АПЛОДИСМЕНТЫ В конкурсе участвовали более ста человек. Среди них и мастера из соседних регионов Татарстана, Мариэл, Ульяновской, Калужской, Вологодской областей. Выставка поразила нас. У нас в Вологодской области вообще все по-другому. А здесь мы окунулись в историю. В планах республиканского бизнес-инкубатора системная работа по популяризации народных художественных промыслов. Инна Сапотапова, Андрей Спиридонов, Республика. Спортивные секции по боксу должны открыться в Батревском и Яльчикском районах. Об этом заявил чемпион мира по боксу Григорий Дрозд на встрече с в Рио главой Чуваши Олегом Николаевым. Григорий Дрозд – частый гость в Республике. На встрече с Олегом Николаевым они обсудили перспективы развития спорта в регионе. Безусловно, спортсмен заинтересован в том, чтобы как можно больше ребят научились боксу. Григорий нашел время, чтобы встретиться с коллегами. Он рассказал о своем спортивном пути и мотивации. Без упорства и трудолюбия в боксе делать нечего. А насколько перспективно стать тайским боксом олимпийским? Для того, чтобы стать полноценными членами олимпийского движения, нужно усилить качество и нужно соблюсти еще несколько ряд регламентов. Интерес огромный. Но вот на международной арене нам нужно еще совершить несколько шагов. Чувашские спортсмены известны на мировой арене. В разных видах они занимают призовые места. Но речь не только о профессионалах. На новый уровень должен выйти и любительский спорт. Конечно, говорили о том, что нашим лидерам поставлена высокая планка. По 30-му году 70% населения нашей страны должны заниматься спортом, физкультурой, физкультурой. Поэтому республика полноценно к этому готова. Это очень приятно. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Андрей Шоклев, Республика. Не часто в селе торжественно открывают новые детские и спортивные площадки. В районном центре Шамурша, в селах Трехболтаева и Карабай-Шамурша по этому поводу устроили праздники. Комфортная окружающая среда должна быть не только в городе. Одноименный национальный проект активно реализуется в селах и деревнях. Дополнительные меры поддержки приняло и правительство республики, выделив дополнительные средства из республиканского бюджета. Свой большой вклад внесли и подрядчики, которые сделали свою работу качественно и быстро. На сегодняшний момент очень много проектов, которые еще не реализованы, будут реализовываться по всей республике. И согласно вот этой программе, я думаю, наши сельские поселения, ну не только городские, но и сельские поселения будут приобретать более качественный уровень жизни. Результат налицо. Современные интерактивные площадки детвора осваивают с удовольствием. Всевозможные горки, спортивные снаряды с трудом выдерживают натиск ребят. Для взрослых уютная зона отдыха. Мы очень сильно ждали этот объект и очень рады то, что его нам построили. Будет где заниматься детям после школы, во время перемен. Как для маленьких и для взрослых детей есть тренажеры, которые все могут осилить. Новые спортивные площадки появились в селе Трехболтаево и в деревне Карабай-Шамурша. Стоимость одной более двух миллионов рублей. Часть средств была выделена из бюджета шамуршинского сельского поселения. Самое главное, дети радуются. Молодежь занимается спортом, и это здорово. Все делается для них, для детей, дети нашей будущей. И очень приятно, что этот указ продлили еще на три года. И таких площадок у нас в районе появится еще много. В перспективе в Шамуршинском районе появится 10 спортивных игровых площадок, оснащенных уличными тренажерами и турниками. И еще хорошие новости из мира спорта. Наша землячка, заслуженный мастер спорта России Анжелика Сидорова, вновь победила на чемпионате России, который завершился сегодня в Челябинске. Вре угловой Чувашии лично поздравил спортсменку с заслуженной наградой. Анжелике Сидоровой в этот раз удалось взять высоту в 4,7 метра. Это уже четвертое золото, которое чемпионка получает на первенствах страны. По этому показателю она уже обошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исенбаеву. Спортсменка рассказала, что, приехав в Чувашию, уже успела побывать на дне города в Шумерле и провести для ребят, интересующихся спортом, мастер-класс. С большим теплом и любовью всегда принимаю приглашение в Чувашскую республику. Приехать, встретиться с детьми, если получается, то вообще отлично. Потому что очень большая поддержка идет отсюда. И очень дети интересуются всеми вопросами подготовки, какими-то психологическими вопросами. Олег Николаев вручил прославленной спортсменке статуэтку лауреата осмотра конкурса в номинации «Лучший спортсмен Чувашской республики». Это главные новости этой пятницы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok